Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире. О полной перечне обращений будет опубликовано в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурная народная приемная. На этой неделе это Полина Попенец. Полина, здравствуй. На что жаловались наши телезрители? Здравствуй, Катя. Жители Калининска стали заложниками преступной группировки. По словам людей, в страхе город держит стая бродячих собак. Это видео очевидцы сделали на центральной площади городка. На кадрах видно, как больше десятка собак преследуют двух девушек. Вот площадь наша. Вот собаки. Вот. Невозможно гулять с детьми. Вообще выйти невозможно. Девчонки бегут вот от них. Как рассказали очевидцы, с каждым днем животных становится все больше. Жители боятся ходить по улицам. Собаки очень агрессивные. Бросаются на прохожих. По словам людей, местные власти бездействуют. В числе постоянных жалобы на мусорные свалки во дворах, жители заводского района прислали нам фотографии возле дома номер 26А. На Пономарева из-за отходов нечем дышать, говорят люди. Контейнеры переполнены. Свалку никто не убирал несколько дней. На просьбы жильцов убрать мусор никто не откликнулся. Елена Ивгаршева из Энгельса пожаловалась на протекающую крышу. По словам женщины, в доме номер 7, дробь 77 на улице Молодежная, уже год не могут сделать кровлю. Управдом, по словам Покровчанки, скрывается. После недавнего дождя квартиру Елены залила. В доме отваливается штукатурка. Полина, а может быть есть еще какие-то жалобы? Да, жители поселка Иволгина не могут водить детей в садик. Нет дороги. Людям приходится идти через поле по грунтовой дороге. После дождей она превратилась в месиво из грязи. Вот так нам предлагают водить детей в детский сад Пчелка из поселка Иволгина. Как рассказала автор видео, чтобы попасть в детский сад, приходится идти по обочине четырехполосной трассы, где нет зебры и светофоров. Делать дорогу никто не собирается. Спасибо. Дежурная народная приемная Саратов-24 Полина Попенец рассказала о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. И если есть возможность проиллюстрировать их снимками или видеороликами, будем только рады.